Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 11 февраля, воскресенье, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания апостола Павла Коринфина. Восьмая глава, стихи с восьмого до конца главы, и девятая глава, первые два стиха. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем? Не едим ли, ничего не теряем? Берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенная? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам поразмышлять над отрывком из первого послания апостола Павла Коринфянам. И здесь он затрагивает очень актуальную для того времени проблему, проблему идоложертвенного мяса. В Коринфской общине существовала проблема, связанная с вкушением мяса, потому что все мясо приносилось в жертву идолам и раздавалось обычно, устраивались некие трапезы в языческих капищах, в языческих храмах. И эти трапезы были приурочены к какому-либо событию, которое происходило в жизни того или иного человека или же общества. И вот христиане тоже вкушали эти угощения в виде мяса и общество разделилось, то есть христианская община разделилась во мнении, должны ли вкушать христиане это идоложертвенное мясо или не должны. Одни считали, что Христос все осветил и не то оскверняет тебя, что входит в твои оста, а наоборот то, что из них исходит. Другие же еще, унаследуя привычку языческую, еще гнушались вкушать мясо и соблазнялись от тех, кто это мясо вкушал. И апостол Павел как раз-таки обращается к таким свободным христианам, которые вкушают мясо. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Предостерегает апостол Павел свободных христиан от того, чтобы они пользовались своей свободой, своим правом вкушать это мясо, несмотря ни на что. То есть вопреки даже той опасности, что ближний может соблазниться, может оскорбиться и может даже отпасть. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, то есть ты уже просвещенный Христовым Евангелием, «Сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли, и его есть и доложертвенная». И далее в 12 стихе говорит, «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». И блаженный Августин таким образом толкует этот стих. «Итак, сам закон Христа велит нам нести тяготы друг за друга. И более того, любя Христа, мы с легкостью несем немощи другого, даже если еще не любим его за его добродетели. Ибо понимаем, что за того, кого мы любим, Господь умер». И вот это большой пример. Христиане должны нести тяготы друг друга. И когда христиане несут тяготы друг друга, они исполняют закон Христов. Эту же идею апостол Павел повторит в своем послании к Галатам. И прежде всего, в своих поступках христианин должен руководствоваться не просто своим личным интересом и своими богословскими представлениями, которые, быть может, и не ошибочны, и не противоречат христианскому мировоззрению. Но твои поступки, поступки такого свободного христианина могут оскорбить ближнего. И именно миром, именно любовью к ближнему должен руководствоваться всякий христианин, выбирая парадигму своей жизни, выбирая парадигму своего этического поведения в рамках церковной общины. И далее апостол Павел говорит в 13 стихе «И потому, если пища соблазняет брата моего, если братья, вообще не есть такие братья, которые бывают искушаемы тем, что кто-то вкусает и доложертвенное мясо, что они еще не доросли до такого христианского понимания свободы и надежды на то, что Христос все искупил, все осветил». Апостол Павел говорит «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». И блаженный феофилакт Волгарский следующим образом толкует этот финальный стих 8 главы «Как отличный учитель собственным примером доказывает то, о чем говорит». «И не сказал, если соблазняет справедливо, но как бы то ни было». «Не сказал также, не буду есть и доложертвенного, но вообще мясо, хотя бы оно было дозволено». «Не сказал опять, в один или два дня, но во всю жизнь свою, ибо это значит вовек». «Не сказал, наконец, чтобы не погубить, но только, чтобы не соблазнить». И вот апостол Павел говорит о том, что «Я, если это соблазняет брата моего, не буду вкушать мясо вообще». И не просто и доложертвенного мяса, а, допустим, даже и чистого мяса. Таким образом, он показывает свое стремление, которое даже превышает меру необходимости. Он показывает своим примером, что он готов ради ближнего урезать свою свободу. Свою свободу, хотя ничего греховного в поедании мяса этого, быть может, и не было бы. Но любовь к ближнему формирует поведение человека, формирует поведение христианина. И дальше апостол Павел в 9 главе защищает свое апостольство. Действительно, не только в общине Коринфа, но и в других общинах у апостола Павла были противники, которые говорили, что он не апостол. И здесь апостол Павел говорит, «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». И были такие христиане, которые говорили о том, что он не апостол, что он лже-апостол, или что он действует, исходя из своей корысти. И даже то, что апостол Павел не брал с христиан никаких денег на свое содержание, а сам трудился и зарабатывал себе на хлеб, на жизнь, даже это ставилось ему в вину, говоря о том, что он не поступает как истинный апостол, потому что апостолы жили за счет тех общин, в которых они проповедовали. И даже такое самоотречение апостола ставилось ему в вину. Но он говорит о том, что если для этих людей, которые сомневаются в моем апостольстве, я не апостол, то для вас апостол, потому что именно через меня вы уверовали в Господа Иисуса Христа. И именно верующие сердца христиан Коринфа является его печатью апостольства, то есть печатью его апостольства. Это они в Господе, то есть они живущие в христианской вере и верящие в Иисуса Христа, благодаря тому, что он пришел к ним и проповедовал, и они приняли Духа, и они знают о том, что они приняли Святой Дух. Именно это и является самым истинным доказательством того, что Павел есть истинный апостол, призванный самим Иисусом Христом. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова